Приветствую вас, аноним, жалко вы не написали своё имя. Давайте разберёмся с тем, что вы спрашиваете, с тем, что вас беспокоит, с тем, что вас волнует. Разберёмся и попробуем найти выход из сложившейся ситуации. Значит, вы спрашиваете о том, как мягко, без ультиматумов, объяснить мужчине, что вам не нравится, когда он пропадает, не звонит. И это придумает, что романтические отношения у вас только начинаются. Ну, во-первых, если романтические отношения у вас только начинаются, не совсем понятно, почему вы вообще заговорили про ультиматумы. Какие-то вообще. То есть, есть такое ощущение, да, что вы уже, в принципе, готовый мужчине ставить ультиматум. Есть ощущение, что вы уже готовый мужчине, как-то вот, ну, достаточно жёстко демонстрировать то, что вам не нравится. Есть ощущение, что вы, как-то вот уже, ну, достаточно воинственно настроены, вот, по отношению к человеку. И это, конечно, вопрос, потому что, ну, совершенно очевидно, что у вас здесь есть свои некие переживания, да, у вас здесь есть некие свои. Какие-то, ну, возможно, да, страхи, вот, но в первую очередь, в первую очередь, конечно, важно понять причину, почему на таком, грубо говоря, о разном инфарте у вас уже появляется мысль о том, что нужно ставить ультиматум человеку. Дальше. Дальше. Поскольку отношения романтические у вас только начинаются, то я думаю, что вполне нормально, что мужчина не звонит. Вполне нормально, что человек не воспринимает вас ещё, в полной степени, как часть своей жизни. Вот, мне относится к вам. Так, вот, что является, на мой взгляд, нормой здесь. И, в общем-то, это вопрос к вам, опять же, чем вам не нравится, что он не звонит по несколько дней. То есть, вы чувствуете себя оброченной, вы чувствуете себя ненужной, вы сомневаетесь, например, в себе, в себе, допустим. Вот. То есть, этот момент его тоже нужно обязательно рассмотреть, потому что он напрямую влияет на то, как вы себя с молодым человеком ведёте. Пока что я могу предположить, что речь идёт о желании контроля. То есть, ну, вы хотите, вы хотите контролировать ситуацию. Вот. И, хотите, чтобы мужчина был с вами на связи. Вам это, ну, вам это для чего-то нужно. А вы воспринимаете на свой счёт то, что человек не с вами, вы воспринимаете на свой счёт то, что человек пропадает. Вот. Вам от этого как-то вот становится нехорошо. И нужно выяснить, почему. Нужно выяснить, почему вам от этого становится нехорошо. Потому что у человека своя жизнь, у человека свои дела могут быть. Вот. И... То есть, чтобы я от него вот так зависеть, ничего хорошего нет. В любом, как бы, случае. Что касается того, как объяснить, то здесь вам поможет техника Я-сообщений. Можете почитать о ней в интернете. Вот. Она позволяет максимально аутентично сообщать о своих, так сказать, чувствах, о своих желаниях. Вот. Она позволяет эта техника сообщать о том, что вы чувствуете в данный момент. Вот. При этом не обвиняя, значит, самого человека ни в чём, да. То есть, такая вот безобидная история, такая вот безобидная форма выражения своих эмоций. Я-сообщение помогает выстраивать бесконфликтно абсолютно взаимодействие с людьми. Вот. При этом, заявляя о себе, заявляя о том, что для отдельного человека важно, но при этом не... не обвиняяя кого-либо в чём-либо. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, крайне важно, чтобы вы определились с тем, всё-таки, почему вам неприятно. Вот. Вот. Это ключевой момент. Почему вам неприятно, что он припадает? Молодой человек, да. Вот. Потому что, если вас это как-то, как-то задевает, если вам это... как-то неприятно, вот, то нужно обязательно разобраться с тем, почему вам это неприятно. Ибо молодой человек может воспринять данное, значит, поведение по отношению к, значит, себе. молодой человек может воспринять данное поведение как попытку его контролировать. Вот. хорошо. И, соответственно, если он почувствует, что вы его пытаетесь контролировать, вот, то это будет только негатив. Негатив скорее по отношению к вам, нежели чем позитив. Вот. Я так полагаю, что это как-то связано с вашими желаниями, это как-то связано с вашими потребностями. То есть, в некоторой степени вы уже сейчас проявляете тревожность, а в некоторой степени уже сейчас вы пытаетесь переложить на мужчину своего ответственность за... за свои желания, за свои переживания, за свои ощущения, ощущения, например, тревоги по поводу... ...того, что вот... ...он, он пропадает. Вот. И, в общем-то, всё. В нормальной ситуации, когда нет рекордных чувств, при условии, что у вас имеются определенные представления о том, как должен вести себя человек, например, как должен вести себя мужчина, то вы просто осмотреть на поведение человека, и если поведение человека вас не устраивает, то есть, вы видите, что он поступает... ...так как ему удобно, он поступает так, как ему комфортно, то вы просто это принимаете. Вы просто это понимаете, и вы не пытаетесь ничего изменить. Здесь же вы хотите в начале отношений уже поменять мужчину, вы хотите, чтобы он вел себя как-то иначе, как-то по-другому. И это, конечно, не влияет позитивно на ваши отношения. Вот. Так что здесь я бы всё-таки про личную ответственность подумал бы. Так что я подумал бы о том, чего вы боитесь. Если действительно есть страх, то вот чего именно вы боитесь, чего конкретно вы боитесь, чего конкретно вы опасаетесь. Это важно. Для того, чтобы вы смогли выстраивать именно здоровые, искренние, свободные отношения без страха, контроля и всего такого. Вот. Но при этом, да, выражать свои чувства нужно, можно. И для этого есть, вот, краткая техника Я-Сообщение, которая поможет вам выражать именно то, что вас считает. При этом, очень важно понимать, что необходимо избегать местоимений ТИ и использовать исключительно Я. То есть, например, я чувствую себя, там, ну, не знаю, потерянный. Когда люди, да, мне не звонят и не пишут какое-то время, близкие люди, мне не звонят и не пишут. Это пример Я-Сообщение. Вы можете просто сказать, что я себя чувствую очень потерянным. Или последние дни я себя чувствую потерянным. Вы можете, если вот то, что вам не нравится пропажа мужчины именно с точки зрения ваших представлений об отношениях, вы можете реагировать на его поведение, холодность, если, опять же, вы считаете, что, ну, это неприемлемо. Что вы именно считаете, это очень важно. Чтобы подобная позиция исходила из, именно, ваших представлений, а не из чувств. Это очень важная история. Потому что, если это будет исходить из ваших чувств, то я боюсь, что ничего хорошего из этого не получится. Вот. Именно по вот той причине, что вы будете перекладывать на человека ответственность как раз за свои ощущения. И он будет чувствовать, что вы на него, на него давитесь таким образом, что вы на него пытаетесь повлиять таким, ну, таким способом. Вот. В этом ничего хорошего вам не будет. Для вас. Поэтому имейте, имейте, пожалуйста, это в виду. Вот. Учтите это. Обязательно. Вот. И. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Если понравился, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. évоку снимать. Universal.